Побежали, побежали. Варя, outast Mac. Выбежит, выбежит. Побежали-побежали-побежали-побежали. Молодцы. Остановились, подняли свой листочек вверху. И покачались. И раз присели, два встали. Раз присели, два встали. Погружились. Вот как красиво мы кружимся. И Варя с нами кружится. Раз присели, два встали. Раз, сто и сели. Два стали. И покружились. Побежали красные листики в серединку. Девочки, быстренько сделаем кружок из красных листей. Варя, мы тебя ждем. Теперь побежали назад. Ждем мальчика в кружок. Мальчики побежали. Скорей, скорей, скорей. Дима побежал. Снова вернулись на свое место. Дима, Дима, Дима. Пристели. Встали, присели. Встали и покружились. Снова присели. Встали, присели. Встали и покружились. Красные листики побежали в серединку. Сделаем свой кружочек. Мальчики сделают большой кружочек, желтый. И побегут большим кругом. А девочки маленькие в красным кругом. Большим кругом побегают. Встали, встали, встали и покружились. Присели, встали и покружились. Молодцы. Тихонечко листики на землю опускаем. Размемся красиво за руки. И посмотрим по сторонам. Мы пришли в нарядный зал. На осенний карнавал. Яркие листики осень подарила. И волшебной краской их озолотила. Ветерок веселый листики срывает. А они, как птички, на землю слицают. А теперь, дети, давайте вместе с вами споем песенку, что нам осень принесет. Опустили листики, пожалуйста, на пол. И споем песенку, что нам осень принесет. Пустили листики, птички, 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 птички. Что нам осень принесет. Яркие листики, птички, птички птички. Яркие листики, птички, 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 птички. А соль-то. Что нам осень принесёт? Розных овощей полный оговорок. Разных овощей полный оговорок. Что нам осень принесёт? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, что нам после пинесет, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Золотого клетушка на лезьбор, золотого клетушка на лезьбор. Как замечательно, детки, осень идет. А мамы им хлопают, и мамы их радуются. Дети, вы не расходитесь, посмотрите за окно. Если на деревьях листья пожелтели, если в край далекий птицы улетели, если небо хмурое, если дождик льется, как это время года зовется? Одесса деревьев. Правильно, это время года осенью зовется. А сейчас... Да, деревья уже разделись. А сейчас мы вместе с детками увидели, что на улице уже идет дождь. И вчера, и сегодня, и завтра тоже пойдет дождик. Потому что осень наступила и принесла с собой не только желтые листочки, но и принесла непогоду. Принесла дождик каждый день. Дети окончили, возьми маму завтра, и вышли, маму Галины, стоять вместе с ней. Свою песенку осень-осень наступила, листья осыпаются. Приготовимся. Ванюшка, подойди, пожалуйста, ко мне. Отдай мамочке свою масочку, если ты не хочешь с ней стоять. Видите, какая хитрая песенка? Это и кошек нас так веселит. Он с нами хитрит, специально капризничает. Осень-осень наступила, листья осыпаются. Солнце нет и пальцем в небо. И начинается, показывай. Как-как на ладошке, как-как на ладошке. Дождик с вами, понимай, с вами, понимай. Паучки, жучки и ножки прячутся, скрываются. И в далёкую дорогу птицы забираются. Как-как на дорожке, как-как на ладошке. Дождик с землёй поливай, с нами поиграй. Молодцы, дети. Я думаю, что каждый из вас мечтает играть с дождинками. Но я думаю, что прежде, чем мы с вами будем играть веселой дождикой, нужно позвать нам, дети, осень. Как мы осень в гости зовём. Ну-ка вспоминаем. Мы уже спели. Я помню. Вспоминаем, дети, как мы зовём осень. Осень, осень. В гости просим с листопадом и дождём с перелётным журахом. Если мы так будем звать осень, дети, к нам осень не придёт. Золотая осень у нас уже была за окошком. Та, которая была с листиками, с золотыми горела, нас веселила. И мы с ней веселились тоже. А сейчас, дети, к нам уже пришла поздняя осень, когда листики уже все опали. Когда листики уже лежат на земле, мокрые, грязные, а вокруг всё чёрное. Зима ещё не наступает, просто грустная пора осени, когда осень каждый день убивается. Поэтому скажем громко, осень, осень, гости просим с листопада, держим и дождём с перелётным журахом. Молодцы! Подождите пару секунд, там 100 минут на секунду. Послушайте, какую грустную мелодию, дети, для вас написал Пётр Ильич Чайковский. Это осенняя песенка специальная для детей, которые узнают, что к нам пришла в гости. Поздняя осень. Потому-то так загрустила, что не хочет включаться. А мы её всё равно поддаём. Осень, осень, мы тебя ждём. Осень, осень, гости зовём. Соня, Соня, смотри на меня фото. Раступились дети в сторону. Раступаемся в сторону. Посмотрите, мы раступились в стороны. Кто нам грустная идёт? Листопадно кто несёт? Урожай собирает. Грустная, печальная, дождик поливает. Землю и дома осень наступает, а потом зима. Только детки не грустят, Песни поют и плясать хотят. Дети, кто же в гости к нам пришёл? Здравствуйте, кто вы? Здравствуйте. Здравствуйте, вы кто? Мы, дети из детского клуба. Мы сюда собрались для того, чтобы праздник осенью встречать. Осень провожать. Потому что скоро зима наступает. Скоро всё вокруг станет холодным, грязным. А мы мечтаем, чтобы осень золотая в гости к нам пришла. Осенние сюрпризы нам принесла. Это я осень золотая на праздник вам пришла. Осенние сюрпризы для вас я принесла. Мы тебе рады, мы тебя ждём. И для тебя хоровод заведём. Дети, давайте встретим осень нашей весёлой песенки. Здравствуй, осень золотая, наша гостья дорогая. Становись осень в середину круга, а мы для тебя песенку споём. Давайте поговорим. Осень, осень, осень золотая, наша гостья, гостья дорогая. Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла. Ладно, давайте. Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла. Принесла, я вам соли, колоски пшеничные. Будут, будут у детей, педагоги пшеничные. А если ноги пойдёт по лужам, по пляшам. Осень для нас вокруг покружится и покажет нам свой красивый наряд. А мы ей поклопаем. Осень золотая, наша гостья, гостья дорогая. Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла. Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла. Постепляйте. Помидоры, огурцы, принесла из грядки. И капусту, и бобы кушать деревян. А мы началочку покажем. И осень пряжет с нами, потому что не весело. И нам весело мы, нося и мальковая. А я в турки пройдём, нося и мальковая. Осень золотая, наша гостья, гостья дорогая. Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла. Хорошо, что ты пришла, что нам осень принесла. Чудо яблоки для вас принесла. А мы присядем, кушайночку покажем. Угостите всех ребят, буду очень рада. Качалочку. Раз. Потом поймёшь, как ли? Встречаем восенька. Всё. И пробуй, кушайночку самодачу. Понравилось тебе, осень, как дети наши плясали? Да. Очень понравилось. Да. Мы для тебя хоровод завели. Мы для тебя песенку исполнили. А теперь мы хотим узнать, можешь ли ты нас осень пригласить в осеннее путешествие? Ведь мы без волшебства не можем. Мы знаем, у тебя есть какой-то волшебный листочек. Ну-ка, нам его покажи. Вот он. А это мой волшебный листочек. Где он только не бывал. И в детский клуб на праздник. Ребята, мой папа, летит листочек, кружится. Куда он упадёт? Туда мы и отправимся. Там будет огород. Дети, посмотрите, мы действительно можем, если возьмёмся за руки, сделать большой-большой огород, в котором поспевает капуста, в котором созревает редиска, в котором много-много картошки. Там, где всё растёт. Скажите, дети, песенку, мы можем петь про огород? Мы можем, посмотрите, хоровод у нас есть. Но давайте мы кого-нибудь из вас поприветствуем. Того, кто будет помидоркой. Того, кто будет лучком. Я не сказала выйти со своего места. Остаёмся каждый на своём месте. Я раздам детям то, в чём они будут помидывать. Я лучок. Держи лучок. Подожди. Я помидорка. Подожди, держи лучок. Ты у нас будешь в этой шапочке. Дети, вместе с этим лучком может выйти ещё один лучок. Вот такой. Кто ещё хочет быть лучком? Исламчик. Хочешь? А, написала у нас всегда капуста. Давай, лучок. Смотри, шочек. Я пойду. И тебе. Ой, капуста тебе очень даже пойдёт. Держи, моя хорошая. Будешь у нас капуста созревшая. Я хочу капуста созревшая. Я тебе дам помидорку. Хочешь? Пошь помидорочкой. А капуточку у нас всегда ещё Исламчик танцует. Очень ему нравится. Вот капуточка. Да, как у него запомнишься. Помидор. Я себе, знаешь что? Я бы тебе предложила помидорчик. Ну, смотри, как. Хочет быть помидорчиком вместе с тобой ещё и... А ты не знал, что это диск. Не знал, что это диск. Давай мы тебе наденем вот такую помидорку, а ему наденем шапочку. Потому что у тебя красивые заполки. Потом будем шапочку из-за мать не стрелиться и будет некрасиво отлечаться. Сделаем так. Хорошо, Песят? Ты морковочку хочешь? Да. Давай. Дети, кто ещё хочет быть помидоркой? Я. Хочет у нас быть помидоркой? Держи. Будешь у нас помидор. Синьёр помидор. Так. Хочет у нас быть всё-таки в шапочке, в морковочке красавица Анфиса. А мы надеемся? А я саполочки снова. Надеюсь. Синьёр помидор. А у чё прозвался? Хорошо. Надеюсь. Так, дети, у меня осталось ещё одна морковочка. А кто у меня ещё? Я, я. Соня, посмотрите, какой из-за свой наряд. Настоящая морковка, которая, как красавица, сидит в земле. Кто её достанет, тот будет к ней угощаться. Тот полюбит морковный сок и всегда будет здоровым. Вот у нас, дети, получился большой-большой огород. Сейчас мы пойдём в огород, заведём пляску нашу и потанцуем. В огород мы пойдём, хоровод заведём. А ты будешь петь и танцевать в следующий раз. У нас зайчик, у нас с тобой секрет, а ты зайчиком расскажешь, стихотеризм. У каждого будет что-нибудь своё. Театр на льду. Да ты что? А мы сейчас посмотрим не театр на льду, а дети в клубе. А, театр на льду. Так, 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 так. О, нет, ещё подождите, подосиновики, мы ещё не готовы. Ну-ка, осень, бились вместе с нами в хоровод, становись возле красивой розы, Которая не убедает, для нас глоба ухает. В огород мы пойдём, а работ заведём. Будем петь и плясать, собирать. Под матушками повернёмся. Вот какой огород, лучок в нам растёт, ты, лучок. Кто у нас ещё лучок? Не пляши. Лучок для нас показывает-ка лучок, а мы его похлопаем. Вот такие лучки у нас растут в огороде. В огород мы пойдём, а работ заведём. Выходи, морковь, выходи, веселее пляши. Вышли морковочки. Морковочки показывают вот такую красивую. Каблучки свои вот так вот машут. Молодцы. В огород мы пойдём, а работ заведём. Дор, выходи, веселее пляши. Кто у нас помидор? Что делает помидор? Помидор красиво кружится вот так в аналиками, чтобы все видели, что он круглый, что он сочный, красный, вкусный. Какой огород пусто растёт. Рей, выходи и для нас попляши. Мы кружимся и показываем фонарики. Дети, кружитесь-то. Да. Дети, такой нагрузный оборот. Я даже не знаю, почему мы так сильно грустим. Наверное, потому, что в огороде уже ничего не растёт. Уже давным-давно убран урожай. Уже давным-давно вся капуста, вся морковка и всё, что росло в огороде, уехало далеко-далеко на грузовики, в подвалы, в магазины и туда, где люди умеют из овощей готовить вкусную еду, суп, винегрет, салат или всякую еду. Но только нам, дети, очень понравилось, я думаю, в огороде. И поэтому самое время нам поглядеть по сторонам и услышать, кто там, там. Ну-ка посмотрим по сторонам. Покружимся вокруг себя, ничего мы не видим. Никто ничего не видит. И я почему-то ничего не вижу. А очень мне хотелось бы что-то увидеть. Ай-яй-яй. Ну-ка я не смотрю. Может быть, мы плохо смотрим? Ещё раз посмотрите. Может быть, глазки-то ведь закроем глаза? Хорошо-хорошо. По трём глазки хорошо-хорошо кулочками. Ой, ой, кто такой? Дети, посмотрите, кто это к нам пришёл? Мы его не знаем. Осень, ты его знаешь? Здравствуйте, вы кто? Мы вас не звали, мы вас не знаем. Ребята, кто это? Дети. Вопросы, это... Это пугало. Это правильно, дети. Это пугало. Ты кто? Я пугало. Стояла, стояла в огороде. Скучно мне ждало. Урожай весь собрали. Охранять больше нечего. Да и думаю, пройдусь. На людей посмотрю, себя покажу. Привет. Да что это я всё о себе да о себе? Вы-то кто такие? Мы дети. А мы дети. Что мы за дети? А она осень. Да, она у нас осень, а мы дети. Мы очень любим осень, и мы сегодня для неё поём свои песенки и рассказываем свои стихотворения. Например, Анфиса очень красивая знает осенье стихотворение, в котором рассказывается про дождь. Ну-ка послушаем Анфису. Поспевай, брусника. Давай. Как красиво Анфиса рассказывала нам прости. Мы очень любим тот дождик, который бывает осенью. Порёшь песенку потом, хорошо. А мы не знаем пугало. А тебе нравится дождик? Нет. Так жалко, так грустно, когда капают дождинки. А мы знаем, что нужно делать для того, чтобы дождинки были не слезинки, а были улыбочки. Для этого нужно уметь стучать расписными ложками, которые есть у нас в клубе. Если мы сейчас по две ложки возьмём, к кругу побежим, капкав споём, ты увидишь, как это весело. И не будешь грустить под осенним дождём. Хорошо? Хорошо. Дети стоят на месте. Я каждому подойду и каждому раздам ложки. Стоим все на месте и ждём ложечки. Так. Сразу находим для ложек место. Сразу находим для ложек место. Держи, мой дружочек. Держи. Варюша, держи свои ложки. Держи, мой дружок. Так, хорошо. Держи ложки. Анечка, держи две ложки. Держи, Анна. Так, Анна, встаём со стула, что мама убирает, чтобы нам стул не мешал бегать. Так, держи. Ложечки побегаешь с нами, девочка? Ну, давай, скорись, скорись. Ох, какие ложки. Одна золотая, одна красная, прямо как ты. Клёд, длинночек. Дядя, у всех есть ложки? Очень. Хочешь с нами поверить? Попробуй. Хотя сейчас, может быть, даже и отберу. Если вам не кроете, может. Держи. Так. Лада, посмотрите, бега в самой большой, самой взрослой участнице нашего губерника. Две большие ложки, чтобы ты всегда знала, где у тебя еда. Держи. Так, я побегу вас здесь, потому что здесь у нас всегда скучно. Если что, ладно, становитесь вот сюда. Осень там стоит, что я подравниваю. И вот здесь будет стоять лапа. Хорошо? Ну, что, конечно, если что. Значит, мы играем с ложками, и мы дождинки. Мы не мотогонки, да? Да. Конечно. Осень вместе с нами. Легко. На ножках. Ножками легко, легко побежит, как веселый дождик. Как дождик дети песенку поет? Как? Как? Поверьте, посмотрите, в какую сторону мы побежим. Мы побежим за осенью, потому что осень будет первой. Осень будет догонять нашу Валю, а Валя будет от дождика, о-о, от осени убегать. Побежали. А ручки на поясе мы бежим. И-бом, 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 и-бом. Догоняем. Догоняем, догоняем. Скорее, 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 скорее. Скорее, скорее, скорее. Остановились, повернулись. А теперь осень. Дай ложки для Влада, и мы побежим в другую сторону. Подвернулись в другую сторону, держи. Держи ложки, побежим в другую сторону. Вот так. Поддержали, поддержали, бегом, бегом, бегом. Мы с ним будем с ложками, а осень будет ручками себе копать. Бегом, 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 бегом. Скорее, скорее. Остановились. Готовим степень. И-бом, бомб. Снова, с дочкой. Ну что, Пугало, понравилась тебе наша песенка? Да, я с удовольствием посмотрела на ваш Танин. А мы сейчас ложки соберем, и тебе еще что-то покажем. Соня, Соня. Много? Соня. Иди сюда, иди сюда, Соня. Соня, иди сюда. Спасибо. Соня, я тебя сфотографирую. Ты целое лето стояло в углу в облагороди. Спасибо, милая. Ты целое лето стояло в облагороди. Садимся, дети, секундочку на стульчики. Садимся. Вот здесь стульчики есть, или на стульчике? Давай, давай, вставь, я сфотографирую. Смотри, стульчик, вот здесь. Садимся. Здравствуйте, садимся. 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 Нет, не вижу, где Анна. Вот здесь, садимся. Так, вот сюда садимся. Вот сюда садимся, Сонечка. Садимся на другую. Дети, я только что в корзинке осени увидела много-много овощей. Она стесняется? Вызовите их след? Нет, мама Сонина. Проходите, походите, не волнуйтесь. Много-много у нашей осени в корзинке овощей. И петрушка, и укроп, помидор, и огурец. Так много всего, что я решила тебе, осень, и тебе пугало показать, какие у нас умные дети. Ведь они легко могут отгадать любую загадку. Хотите в этом убедиться? Да. Хотите? Ну-ка мы послушаем. Хвост зеленый, красная головка. Остроносая красавица. Молодец! Умничка, а действительно это морковка. Про себя морковка говорит. Я румяна и сочна, я всем деткам нужна. Потяни меня за хвостик, я к тебе приду в гости. Какая вкусная оранжевая морковка. Давайте похлопаем Ладе, потому что она первая отгадала эту загадку. Она молодец. А следующий овощ говорит так. Я морковкина подружка. Раскрасавица. Петрушка. Конечно, похлопаем все внимание, потому что она сразу отгадала, что это петрушка. Ведь действительно, свежим личиком бела, искромна и мила. Хвалить себя не смею, от этого желтею. Так говорит про себя петрушечка. И у нас она здесь есть, только листики у нее еще зеленые. Теперь слушаем следующие. Растят меня на грядках, чтоб животик был в порядке. И цветущий вид всегда остальной вид. А частой поливки едва не промокла. Махнатая, темно-лиловая. Редистка. Редистка. Разве это дети редистка? Свегуча. Конечно, похлопаем дитя Артема. Какой отец молодец, конечно. Потому что Артем знает, что я всему даю свой цвет. И борщу, и винегрет. Молодец, умничка. Спасибо тебе, что ты отгадал. Конечно, это была свекра. Сейчас расскажу сразу сложную загадку, которую отгадают все те дети, которые обязательно едят этот овощ. Он усатый и ползучий. Спрятал ядрышки из коробки. В саблевидном кулачке не раскусишь коль засох. Правильно называется. Я это ем. Молодец. Похлопаем мы все ангесси. Похлопаем мы все тем, кто знает все овощи. Ты видишь, какие мы молодцы. Так. Что ты нам можешь сказать? Как выглядят овощи, вы знаете. А вот какие на вкус фрукты отгадаете? Конечно, отгадают. Ну-ка, дети. Участвует в конкурсе тот, кто не трус. Кто фрукт любой, угадает на вкус. Тому, к кому я подхожу, глазки. Вот, закрывай. Того я чем-то угощаю. Таким вот лимусом я говорю. Так, сейчас будем по кусочкам. Друзья, открывает ротик тот, кто не боится узнать, какой фрукт я кладу ему в ротик. А ну-ка, открывай ротик большой, большой, Дима. Так, открывай ротик. Что ты кушаешь, мой дружок? Ну-ка. Что за фрукт растет? Мы сейчас ему поможем, дети. Синий, овальный, на дереве растет. Ну-ка. Слива. Слива. Умничка, похлопаем, Диме. Какой он молодец, красота. Отгадал, что этот фрукт называется слива. А теперь сейчас я запутаю того, кого угощу. Вот мы этим фруктам. Давай, открывай большой-большой трот. Ванечка, так. Жуйка. Так, Туни, ты должен ножик? Добрый день. Потому что так у ваших точек не смогут. А мне. Сейчас, подожди. Ну, можешь глаза открывать? Спокойно доживать. Можешь. Так, нету? Вот. Так, молодцы. Только ножик мне помогает. Сейчас он что-то разрезает. Ну-ка. Что же это было, мой друг? Я хлопаю. Конечно, дети, похлопаем нашему баню. Видите, какой ухо отгадал? Охим, я его угостила. А сейчас я знаете, кого угощу? Я сейчас угощу мальчика по имени Артем. Ну-ка, Артем, которому исполнилось пять лет. Глазки закрывает, ротик открывает. Закрывает, открывает ротик. Что это такое? Ну-ка. Горуша. Молодец, поглупай. Видите, какой у него. Николай Митрус узнал, какой фрукт ему попался. Хорошо. А сейчас мы схитрим. Мы сейчас что-то дадим нашему Владу и посмотрим, отгадает он, что это такое или нет. Закрывай глазки, мой хороший. А вот открывай. Так. Ну-ка, давай. Молодец. А помидор это фрукт? Что? Нет, помидор это не фрукт. А сейчас мы еще с кем-то схитрим. Сейчас мы еще кого-то чем-то интересным угостим. Так, вот я вижу нас с вами. Этот мальчик должен обязательно и загадку отгадать. Я помидор, к сожалению, не ел. А я тебе помидоры, к сожалению, не предлагаю. Я тебе сейчас предложу что-то очень-очень другое. Так. Открывай ротик и закрывай глазки. Я тебе помогу. А я тебе даю то, что ты наверняка любишь. И вчера ты отгадался, да? Агурец. Конечно, молодцы. Дети, агурец раздет. Какие-то фрукт? Нет, это не фрукт, но Ванечка с ним справился. Кто еще будет играть, дети? Я. Кого еще могу угостить? Я. Так, хорошо. Так, кто хочет, дети, сейчас я подождите подойду и еще угощу. Давай, мой дружочек. Так. Ну-ка, мы сейчас ее угостим, черта. Очень вкусный. Что, мой друг, тебя тоже можно угостить? Яблоко. Да, покупаем наши отписи, дети. Она оказала легко яблоко. А сейчас мы другую нашу девицу рядом сидящую угостим, чем-то другим. Открываем ротик. Так. Так. Ну-ка. Что это такое? Глазки открываем. Не распробовала? Нет. Маленький кусочек. Очень маленький. Да, с семечкой. Семечкой. Давай я тебе там сладкий, чтобы ты вытерла бухту, чтобы с семечкой. Она сказала, похлопаем, дети, потому что, наверное, отлично будет. И сейчас это действительно будет помидорчик. Я думаю, что с этим сладким конкурсом мы могли бы играть еще очень долго-долго. Но мы сейчас угостим Аню. Открывай Аню рот. Такой рот солдатский. Красота. Быть тебе военный. Ну-ка. Что это такое было? Молодец. Похлопаем все, Аня. Ты готов, что нам задала бред. Давай тебе еще. Так, чтобы быть. Открываем рот больше, а то я уже не разрезаю. Что это такое? Соня, хочешь помогать? Ну-ка. Ну-ка, угадай. Чем мы начали, где мы закончим? Что же это было? А, хорошо. Когда я ел, я был и ел. Ну-ка, угадай, угадай. Нет, потом уже помидорчик. Итак, дети, последнее что было? Слива. Слива. Мы начали со сливы, все же и закончились. Ты видишь, осень золотая. Наши дети знают на вкус любой овощ. И для тебя, пугало, мы тоже показали, что мы все овощи знаем на вкус. А теперь, дети, я думаю, что кто-то из вас хочет рассказать и для пугало стихотворение об осени. Я думаю, что это стихотворение может нам рассказать Тёма. Тёма, сейчас расскажешь. Подожди. Тёма, расскажи стихотворение для пугало и для осени. Громко. Хорошо. Только? Только. Ветер. 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 Можно Getting cause. Ветер. Молодец. У병. Молодец. Очень красивое стихотворение. Осень для тебя знает. Зима. И расскажет его сейчас громко. Падают с ветки. Падают с ветки. Воломules монеты. Под ногами жилы класс. Это осень золотая. Сонечка, может нам Соня рассказать стихотворение? Пока думает. Хорошо, у нас не только поют песенки, да? Они давались нам слова. Не давались, хорошо. Тогда? Да, сходи, пожалуйста. Тогда свое стихотворение нам расскажет Исламчик. Исламчик, рассказывай, мамам помогай. Тихонько. Нет, нет, громко. Дети, мы его не слышим. Понятно, мы не слышим Ислама. Ага, там писем, а мы не слышим Исламчика. Мама, 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 я не знаю. Повернись к деткам, чтобы все тебя видели, мой дружочек. Сейчас ты уже не как пусто, сейчас ты мальчик Ислам, который красиво рассказывает сектор, и смотрит на маму. Мама, помогай. Назад. Ислам. А сейчас мы летучим где-то. Желаю на зайтих разговаривать. Нет, на дорожке. Теперь говори. Разноцветно улегся к нам. Парабель закрустил за окошко. И пройдусь к деткам. Давай, Мия. Повернись к деткам. Да. Ага. А сейчас дети, дети Варя, Дима и Ванечка могут для вас показать не просто стихотворение, а стихотворение сценку. Они вам покажут о том, что бывает осенью в парке, там, где растет много-много деревьев. А мы, пока не готовятся, расскажем для всех наших мам стихотворение. Ветер по лесу летал, ветер листик и считал. Лист дуговый, вы идете одеваться уже. Лист дуговый, дальше. Лист клинновый, дальше. Лист рябиновый, резной. Лист березы, а последний лист осинки. Все упали на тропинку. Молодцы. Как много деревьев мы с вами назвали. Пока у нас ребята готовятся, мы сейчас с вами поиграем с волшебным кубиком. Ведь ты, Василь, совсем не знаешь, что наши деревья, наши дети знают самые разные деревья. Раз, два, три. Веточка какого дерева на вас смотрит? Говори. Ну-ка. Клинок. Правильно, похлопайте, мамы. Наши дети узнали клинновый лесочек. Раз, два, три. Что за листик? Говори. Каштанов. Умничка, похлопаем нашим детям. Дети узнали каштановый листок. А теперь раз, два, три. А это что за листик? Это дуб. Это дуб. Это дуб. Листик дубовый. Листик дубовый. Листик дубовый. Раз, два, три. А это ягодка с какого дерева? Рябина. Рябина. Молодцы. И у нас еще, дети, осталась одна веточка. Раз, два, три. Что за веточка модница? Березка. А почему мы его называем модницей, это деревце? Потому что она белая. И потому что у нее всегда висят что? Сережки. Сережки. Наша любимая деревца. Березка. Молодцы. Выходите вот сюда. В осенний парк на карнавал гостей взывала осень. Наряд свой каждый выбирал. Красивый и не очень. Варенька. Я. Варенька, выходи. Я в желтом буду танцевать. Сказала всем осинка. Так. Молодец, умничка. Я в красном. Вот какая у нас рябинка и сбросила свой наряд. Молодец. А я? Нет. А я с детьми. Я с детьми. Хорошо. А я не буду. Выходи. Нет. А я не буду ни в каком. В ответ сказала роза. Все лето пышно я цвела в саду благоухая. Цветы я людям отдала. Теперь вот увядаю. Гудрявый клён в ответ сказал бы. Склонясь. Я скажу, что вы возьмете, может быть, я. Какой у нас клён. Молодец. Вносим свой желтый, красивый наряд для нашей розы. Понравилось вам, дети, стихотворение? Очень, попробуйте в ванне, которая была артистка. В виде, на которой был артист. И нашему ванне, которой тоже был артист. Но я вижу, что Пугало уже заскучало. Уже дорогу смотрит. Пугало, тебе что не нравится у нас на празднике? Мне очень понравилось у нас на празднике. Но мне пора уходить. Вот вам овощи, чтобы хватило витаминов на целый год. Посиди с нами ещё немного. И тогда ты увидишь, как наши дети умеют переносить овощи из одного места в другое. Ведь ты знаешь, наши дети так умеют хорошо овощи собирать, что могут даже идти работать в поле или в огород. Для этого дети станем в пары и построим себе две команды. Одна команда за мной становится быстрее, быстрее, быстрее. А другая команда построится за ладой. Скорей, скорей. Хорошо ты сидишь и отдыхаешь. Итак, скорее строимся. Дима, ты меня сменяешь. Мы на них строим за тобой. Скорей, скорее. Дети, строимся за Димой или за ладой. Поиграем весёлый огород. Будем переносить овощи с одного места в другое. С одного места в другое. Дима, становимся в колон. За Димой или за ладой. Сколько у нас здесь? Один, два, три, четыре, пять. Так, становимся-то в нашу команду. Шесть. Так, хорошо. Один, два, три, четыре. Ой, и так пять, и так пять. Красота. Значит, будем вместе овощи соберём. Да, будем сейчас овощи переносить туда. Ой, а дверь не очень сложно закрыть, потому что там это этажерка. Пожалуйста, не снимайте с ней ничего. Очень. Закрываем туда лучше окошко, и всё. Итак, дети, мы вместе с вами приготовили вот такой разнос. И на этот разнос можно складывать те овощи и фрукты, которые есть у вас в ведёрочке. Мы их, дети, не выбираем. Мы их берём и быстро на стол кладём. И быстро на стол кладём. Закончик сидим возле мамы пока. Подождите. Потому что фигу мы плохо знаем. Мамочка, подержи. Так. Только когда назад вернётся один ребёнок, может побежать другой. Варя отдыхает. Сонечка, ты не будешь летать? Не будет. Милана тоже отдыхает. Видите, какие у нас люди. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Хорошо. Молодец. Да, поиграешь. Давайте, значит, так. Осень. Посмотришь вместе с нами. Сонечка, команду. Так. А я буду с Анечкой бежать вот в этой команде. Хорошо. Итак. Раз, два, три. Дима, Юлада, помощи неси. Молодец. Хорошо. Раз, два, три. Влажни, Ваня, беги. Не торопись. Да. Молодец. Раз, два, три. Эвелина и Ванечка, беги. Конец. Раз, два, три. Анфиса и Ислам, беги. Не торопись раньше времени. Раз, два, три. Артем и Ваня, беги. Беги, Тёма. Одну какую-то возьми. Одну. Беги и отнеси. Молодец. А теперь раз, два, три. Анечка и осень. Бери, бери что-нибудь. Бери. Бери. Побежали. Бегом, 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 бегом. Принеси. И бегаем. Стои, 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 стои. Молодцы. Умнички. Мы так быстро, дети, бегали, что успели принести все овощи. Но здесь у нас есть еще. Подожди. Раз, два, три. Раз, два, три. Подожди. Здесь еще больше. Здесь четыре. И здесь четыре. Можно будет побежать еще один раз. Отдыхаем. Вот здесь тихонечко стоим. Итак, построили снова. Не вижу, кто будет второй раз бежать. Не вижу, кто второй раз будет бежать. Так, Ванечка. Сюда. Торочка. Так. Это что у нас тут за мотоциклисты? Уже готовы. Итак. Хорошо. Стоим тихонечко еще здесь. Сейчас мы пару еще вернем. Чтоб на всех хватило побежать. Раз, два, три. Влада и Дима. Беги. Раз, два, три. Влад и Ваня. Беги. Раз, два, три. Кислав мне, Голей Лена. Беги. Так. Раз, два, три. Анфиса и Ванечка. Беги. Осень и Анечка. Беги. Вот какие мы молодцы. Вот мы и вернулись. Здесь осталось только одному. Мы тоже его не представляем, потому что уже нам пора пугало домой провожать, а наш праздник продолжать. Кладем все в ведерочко. И сразу сделаем огород большой-большой. Раздувайся, пусти. Раздувайся, большой. Оставайся таким и лопайся. Делаем, дети, большой круг. Спасибо. Быстрее, быстрее делаем большой круг. Ну-ка, мы тебя, пугало, просто так домой не отпускаем в огород. Мы хотим тебя чем-то вкусным угостить. Детям, чем мы можем угостить наших пугало? Яблоками. Ты думаешь, яблоками? Можем. А чем еще можем угостить? Овощами из огорода можем угостить? Можем. А давайте мы прямо сейчас посмотрим на часы. А время уже, дети, обеденное. Самое время обед готовить. Давайте наше пугало угостим овощным супом. Как? Расскажем ему стихотворение про хозяйку. Ну-ка, приготовили нашу руку-дорожку. Приготовили нашу хозяйку. Хозяйка однажды с базара пришла. Хозяйка с базара домой принесла картошку, морковь, картошку, петрушку и зиму. Вот овощи спорт завели на столе. Кто лучше, вкуснее и важнее всего? Правда? Картошка, капуста, картошка, картошка, горох, петрушка и слезка. Хозяйка тем временем тоже взяла и ножиком этим крошить начала. Картошку, картошка, 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 петрушка и слезка. Накрытые крышкою в душном горшке кипели, кипели в крутом кипятке. Картошка, капуста, картошка, 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 петрушка и свёкла. А суп овощной А оказался неплох. Понравился тебе наш суп пугало? Да, понравился. Ну теперь ты сытый, можешь идти отдыхать в огороде. Дальше стоять. Пока-пока. До свидания, ребят. Ускакала наша пугала далеко-далеко, туда, где стояла в огороде. А мы, дети, оборачиваемся вокруг себя. И превращаемся в деток, в тех деток, которые любят путешествовать. Снимаем все свои овощные медальоны, снимаем все свои овощные шапочки. Теперь мы уже никакие не овощи. Мы снова стали детками. Мы стали Анечкой, мы стали Димой, мы стали Ванечкой, мы стали Анфисой. Можно это уже снять? Сейчас ты будешь белочкой или грибников. У молодец, улечка. А ты ее уже не сработала. Очень хорошо. А теперь, внимание, это что такое? Ай-яй-яй. Если это такое мальчишки, из моего лица куба, то я не могу. Не надо немножко перекоситься. Ничего страшного, я тебе дам другой наряд. А теперь, дети, внимание, раз, два, три. По листику желтому себе бери. И я. Берем все, как золотой листик. И так, дети, все себе взяли золотой листик. Ничего страшного, ничего страшного. Взяли золотой листочек. Почему страшного? Взяли золотой листочек. Ну, хорошо. Давай, давай. Держи. Держи. Давайте мы вместе мамам и папам расскажем, что же такое листопад. Ведь наша осень, листопад нам приносит, мы же ее позвали, приходит нам осень с листопадом и дождем, с журавлем, с перелетным журавлем. А осень даже не знает, знаете ли вы, что такое листопад. Поднимаем ручки кверху и споем песенку про листопад. Золотые листики. Не надо его убить, он хороший мальчик, ты его обожаешь. Ты можешь сказать ему слово, ты человек, и он человек. Всегда можно договориться. Поднимай ручку кверху. Кверху ручку подняли. Золотые листики в дерево идет, крутит ветер листики, это листопад. Это, это, это листопад. Это, это, это листопад. Покружились каждый вокруг себя, я вижу, как красиво кружится Ваня, как красиво кружится Дима, как красиво кружится Ислам. И Анфиса побежали. Мы бежим по листикам, а не жужа. Это называется тоже листопад. Это, это, это листопад. Бросим свои золотые листочки на пол и покружимся, дети. Вот и у нас и прослучился листопад. Дети, вам свой листочек золотой осень показывала. Давайте мы посмотрим, куда ее волшебный листочек может нас еще завести. Молодцы, ребята, сейчас я опять запросу волшебный листочек. Что мешает осенью, говорите, Дима? И наше путешествие продолжится. Ну-ка. Летит листочек, кружится, в лес он нас зовет. Где листики осенние танцуют хоровод. Да, дети, действительно, нас осень принесла в лес. Туда, где растет много-много деревьев. Туда, где много-много созревает грибов. И туда, куда идут осенью грибники. Сейчас возьмемся паре и построимся в команду грибников и в команду грибочков. Взялись по парам. Хорошо. Вижу, молодец, первая пара у меня уже готова. Я грибник, я грибник. Молодец, у нас пара, пара это два человека. А грибники, а все грибники. Вот здесь грибники, вот здесь грибники. Иди сюда. Хорошо, иди сюда. Я напротив Анфисы. Хорошо, ты напротив Анфисы. Ванечка, напротив Хавелины, становись напротив Хавелины. Ваня, молодец, хорошо. Хорошо. Другой, Ванечка, прямо напротив Лады. Молодец. Хорошо. Поддержим ее, пожалуйста. Мама, дай нам. Держи. Так. Осень будет прямо напротив Темы. Поддержите, если что-то могу. Теперь у нас Миланочка будет грибочек, а Соня будет древничок. Ничего страшного. Хорошо. Исламчик у нас будет грибничок. Итак, дети, напротив кого стоит Дима? Напротив кого стоит? Напротив Анфизы. Значит, у нас Анфиса грибочек, и мы, чтобы ее можно было легко узнать, при Анфисе. Хорошо, становись. Я хочу быть белым грибочком. Вот у нас стоит Ваня грибник, он придет за сыроежкой. Сыроежкой у нас будет Эверина. Ваня, это нахерикеточка. У нас Ванечка придет за грибочком, и мы будем под березовик. У нас под березовиком будет кто? Ладушка. Ее на стуну нужно. Да, под березовик, я не знаю. Так, держи. Так, хорошо. Ванечка, ты бежишь вот сюда. Так, другой, Ванечка, бежит вот сюда, к Теме. Ты берешь Теме, тема на друге, грусть. Вот какой на друге. Без крючек. Что мы доходим? А что там, родинка? Я тебе сейчас скажу. Напротив осени стоит. Я не знаю. Я не знаю. Ты бежишь листичка? Я не знаю. Лилочка, будешь листичкой. Я не знаю. Я не знаю. Я люблю котики. Много я люблю. Умничка, хорошо. Сонечка у нас стоит прямо напротив Ислама. Прямо напротив Ислама. А Ислам у нас, дети, будет брать. Самый крепкий грибочек. Вот такой грибок. А я буду уже маленький грибок. Так, убираем этот грибок. Я стану напротив, не долго. Я буду маленький. Так, а ты будешь грибочек, который будет называться подосинами. Такой грибочек найдешь. Так, стоим вот здесь. А я буду грибочек. Итак, дети, стоим каждый напротив своего грибочка. И сейчас поем песенку «Грибники и грибочки». Нет, ты можешь никому не бить. Ночью мы запутаемся. Итак, приготовились грибочки. Расстались по сторонам. Положили ручки, пожалуйста, на пояс. Грибочки танцуют для нас, красуются. А мы, грибочки, присматриваемся. Все это грибочки поем. Мы, грибочки, мы, грибочки, дружно стали на пенечке. Сказаться нам нужно. Сядем в тракт подружно. Можно помахать своему грибничку. Здрасте, Данки, со своему грибнику. Грибнику, грибнику, грибнику. Грибнику, грибнику, грибнику. А мы, грибники, взяли в корзину и пошли. Грибники, мы, грибники. О, корзины велики. Попадется гриб на ножки. Мы кладем его. И спрашиваем, побежали. Скачем. Поскатали, Ваня. Молодцы. А теперь остались на своем месте. Покажемся для наших мам. Мамам очень понравился наш танец. Вы остались на своих местах. Теперь мы стоим, как грибная полянка. Можно танцевать для всех. Танец под осиновиком. Красиво мы отправили списку. И споем танец под осиновиком. Мамам, пожалуйста, пожалуйста. И мальчик не хочет. Давай. Можно? Только такое. Забежайте. Давай. Давай. Вы строились красиво. Под осиновик самый главный стоит. Нож в сторону. Под осиновик. Под дождем. Под осиновик. Ваня не вижу под осиновик твой. Красная шляпка есть? Красная шляпка. А ножку покажи. Девоградная шляпка. Вижу. У всех ножка крепкая. Повернемся, чтобы нас все видели. В синовик. Повернемся. Во-вторых. Девоградная шляпка. А ножка в хлеб и ноги. Потразимся, пусть на нас посмотрят. Пусть на кольцо есть зубчик из-под осильников. Играем. Играем на гормошке. Пусть на кольцо есть зубчик из-под осильников. А к нам я в гости зову тех, кто живет в лесу. Тихонечко, все сели на свои стульчики. Все сели на свои стульчики. Иваночка уже сидит. Ежик уже сидит. Мишка. Не вижу мышку. Где мой Иваночка, Мишка? Где мой Мишка? Где твой Мишка? Ищем. Кто видит мышку? Ванечкиного, который Ваня снимал, снимал и пертерял. Да, так. Вот он, Мишка, мой дружок. Ну-ка, давай. Ну, я без тебя так хорошо рассказываю, что ты к Терене. Было бы просто неправильно и непростительно тебя лишить в этой посаде. Да, хорошо. Сидим на стульчиках все. Садись вот там возле мамы, он писит. Так. Так, сидим. Зайчика не вижу, где мой зайчик сидит. Садись. Очень хорошо. Так, белочка есть, зайчик есть, Мишка есть. Так, сидь есть. Иди сюда, Василь. Так. Молодец. Тихонечко становись. Посмотри, какие у нас лесные жители есть. А вот и белка. Иди сюда, белка. Ой, Господи. А вот и белка, приходи. И зайчишка. Беги сюда, зайчик. Так, хорошо. Колючий ежик. Беги сюда, ежик. А я? Я. И косолапый Мишка. Становись сюда, Мишка. Так, хорошо. Вот сюда становись. Выкладывай. Так, встань. Так, все нас видели. Так, вот так нас все видят. Сейчас сказать мы их попросим, как все они встречают осень. И пора мне... Пора мне зайчику линять. Пора мне сумку поменять. Зимой быть селом не могу. Меня заметить, но с небу. И осенью сумку мне найдешь. Найду, найду. Потом придешь. А я? А я? А я спешу, спешу, спешу. Я на сучках не вижу. Олежка, делаю запас. Ну что ж, старайся в добрый час. Берлогу? Берлогу скоро дождусь. За осенью зима опять. Уснило с ней, проснили соня. Уснешь, когда весна придет. А ты что? А ты что? А я не... Подожди. А ты что скажешь, ешь, дерьми? Да, да, да. Я... Я, Боже, буду спать, как мишка. Тише. Я поохотился соня, как... Туда, смотри. Я поохотился соня, как... Мишка и ежин готовы заснуть до самой весны. А у меня еще по осенью. Очень хорошо. Расскажи осени свое стихотворение про осень. Осень. Мне не надо. Осень расскажи. Миновала. Миновала. Бабушка. Миновала. Ножки. Как красиво рассказала стихотворение плещей. Вот для нас, Северина Маку, по имени, а теперь спроси какое стихотворение, красивое и длинное, может рассказать Милана. Выучила, Миланочка, длинное стихотворение? Расскажи его для осени. Тихо. Но не для потехи, а щебеток за пламя, для ага, для орехи. Где же я возьму для гостей? Для детей и для гостей. Молодец. Молодец. А может быть нам хотят рассказать стихотворение Варя и Дима? Лука? И Ванечка. Давайте, Ванечка, выходите. Наши друзья-артисты, расскажите свое второе стихотворение. Да, мы объехали. Да, мы давайте. Расскажи ему еще раз красиво. Поверни и все, расскажи ему красиво. Для осени. Варья. Молодец. Умничка, селепанная болезнь. Вот и не вот раз в своем стреле рассказывает. Ванечка, Маркевич, рассказывает. Рассказывает. Переворачивается. Мама, делай. Умничка, молодец. Варюша, я ведь слушаю, как ты рассказываешь? Утром. Утром мы в отбор идем. Варя, ты будешь расстав? Или ты сегодня не в руки у нас вокруг? Она устала. Она как роза. Все лето я для вас свела. Теперь Ванечка нам расскажет свое красивое длинное стихотворение. Конечно, на осень. Посмотри и ей расскажи. Зима, Ваня, цель с нами. Желтые метели. Ваня, 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 я не могу прокучать мне говорить. Кто? Слушай меня, Ребята, я хотела пригласить к вам на праздник птиц. Но им нужно было лететь на юг. А кто знает? Почему они улетают? Дети, почему птица улетают на юг? Я жду дедов, которые ходят на труп. Кто скажет мне, почему птица улетают на юг? Потому что там зима начнется, и нечем будет запасов. Правильно, когда зима начнется, у них нечем будет питаться. И запасов не будет. У них запасов нет, потому что они такие запасы не будут. Тогда они погибнут, правильно. Потому что я вам рассказывала о том, что птицы, дети гибнут не от холода. Птицы гибнут от голода. Посмотрите, к нам в клуб пришло письмо. И это письмо, знаете, кто написал? Я сейчас узнаю вместе с вами. Ой, что это такое, не пойму. Для нас письмо прислали птицы. Ребята, мы услышали ваши песни. Они нам очень нравятся. Но неужели вы не знаете ни одной песенки про нас? Про тех, кто улетает в теплые края. Посмотрим на картинку, какая птичка улетела, дети, в теплые края. Вот эта красивая ласточка. А это птичка, которая пела? Еще какая птичка улетела от нас, которая пела? А летошка улетела. Журавушка, молодец. Где ты видишь дятла здесь? Дятла здесь нет. А кто для нас пел? Есть на веточке дворец. Она не в ветке, поет на раскорку. Как дворец? Скворец. Споем песенку про скворушку. Молодец. Лебедь здесь был. А еще кто был? Серая шейка. А кем была? Кем была серая шейка? А они, смотри, в руки серая была. Она кем была? Уточкой. От нас улетели утки и гуси. И спорем. А я смотрю на мультик серая шейка. Очень хорошо, я не знала, что серая шейка это кто? Уточка. Уточка. Тихонечко сядем на стульчики и споем сильно песенку про скворушку. Так, друзья, две песни споют, и я чувствую, что можно расходиться, потому что песенка уже все. Я здесь села. Я, я. Так. Майя, садись, садись. Садись. Ой, как дети грустно поют, сразу понятно, что вспомнили всех птичек на свете сразу. Приготовимся спеть песенку. Сначала дети про скворушку. Я тебя не волю. А кто у нас разговаривает? Кто мешает детям пить песенку про скворушку? Смотрим все на Диму, потому что у нас Дима самый главный створец. Он всегда грустнее всех поет эту песенку. Осень и погодушка, Добро пожал тех, Друг навеки скворушка, А песенку запеет. Ветка чудка чается, Дождик не кончается, С нами старый скворушка, До весны прощается. Вот какая грустная песня. И мы говорим ему спасибо, Скворец прилетел еще. Путь дорогу дальняя, С кворушке лететь. Песенку прощать, Как ему не спеть. Петка чудка чается, Дождик не кончается, С мамой старой спорушка, Два весны прощается. Молодцы! О чем жареет спорушка? О весеннем солнышке, О теплых временах. Вет и солнце вежливее, Как в небо сон. Как пустой спорежье, Спорушка поет. Ветно чуть качается, Дождик не качается. С нами старой спорушка, Два весны прощается. Очень грустная песня. Дети, скажите, будем петь еще такую же песенку, Печальную про журавушку? Да! Конечно! Она такая же грустная. Мамы нам поклопают, Потому что они такую песенку еще не слышали. А теперь я попрошу, Чтобы все дети сидели, И тихонько мне помогали петь песенку про журавушку. Мамы нам поклопают, Потому что она качалась на стучке, И раскачалась, как птичка, и упала. Над пожелтевшей травушкой, Над рощей тополей, Летит на юб журавушку. Летит на юб журавушку, Соская зубовей. Журавушка, журавушка, Счастливого пути. Журавушка, журавушка, Весою прилетит. Тучка в небе мупрится, И нам грозит дождем, А мы с тобой любуемся, И ласково поем. Журавушка, журавушка, Стрелого пути. Журавушка, журавушка, Весною прилетит. Над пожелтевшей травушкой, Над рощей тополей, Летит на юб журавушка, Соская зубовей. Журавушка, журавушка, Счастливого пути. Журавушка, журавушка, Весною прилетит. Молодцы, дети! Очень грустную и красивую песенку спели И про скворушку, и про журавушку. А в письме, дети, выводили много просьба Песню и песню про журавля и про скворушку. Но здесь еще птицы-дети следующие пишут. Я даже не могу поверить, что они такое нам могли написать. Просим детей сыграть на музыкальных инструментах Да так, чтобы мы в далеких теплых краях Услышали вашу веселую песенку про осень. Дети, на каких музыкальных инструментах Мы можем сыграть эту веселую песенку? На бубнах. На бубнах. Сходи стихонечко, я каждому дам бубен, Кавкарском, и можете помыть dark К sagte, маме? Сядь, 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 сядь. Дети, никто ничего не просит раньше времени. Я сама дам каждому курсу считать лучше. 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 Пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...